всем привет меня зовут алексей и в этом уроке мы воспользуемся библиотеками mixama и автоматическими средствами tracking after effects для того чтобы получить вот этот результат наше короткое вводное слово закончено и давайте приступать видео с которым будем работать загружена в after effects если вы только начинаете изучать эту программу то есть обучающий курс супер after effects ссылку на него оставлю в описании к видео само видео у нас представляет собой двигающуюся вперед камеру и мы возьмем некоторый кусочек то есть нам все не нужно будем работать вот только с этой частью например с 250 кадра нажимаю b до конца trim control к и здесь поставим что с нулевого кадра по 190 чтобы не было у нас этих обрубков все хорошо control пробел для вызова fx консоль от видео к пилот пишу tracker f3 у нас происходит анализ этого видео и по сути никаких дополнительных опций tracker нам не дает то есть все достаточно просто автоматизировано в этом плане cinema 4d представляет намного больший функционал теперь мы можем нажать 3d tracker и посмотреть как у нас все срабатывает в целом хорошо мы можем проверить что сработало верно или нет выбрав некоторые маркеры и получить ориентир для плоскости то есть мы видим что она совпадает в принципе с полом вот этот круг но я поставлю галочку detailed анализ и по идее она должна сделать то чтобы еще больше этих точек создать и провести более качественный трекинг важное замечание что все это конечно автоматическое и имеет свои ограничения то есть работает это для не сложных траекторий у нас есть более расширенные инструменты но сегодня мы сфокусируемся на автоматических и что можно выжать из них и так вот у нас все получилось давайте выберем теперь и создадим ориентиры в данном случае это будет пол я выберу каким зеленые маркеры вот таким образом мне кажется вполне совпадает можно попробовать зацепить еще какие-нибудь но важно смотреть как искажается наша плоскость вот этот нам дает не ту информацию которую надо попробуем ближний в целом хорошо правой кнопкой create solid и камера все у нас тут создалось мы теперь повернем ее как нам нужно растянем и подвинем то есть это у нас будет ориентир нашего пола мы видим что местами может не совпадать чуть-чуть угол повернем и вот такое положение в целом уже хорошо п ойз отодвинем и видим как плоскость у нас поплыла соответственно скомпенсируем это поворотом чтобы наши линии приблизительно совпали с линиями пола в данном случае небольшие допущения вполне не помешают нам получить хороший результат назовем это ground теперь нам бы получить координаты вот этих источников света посмотрим если они целом вон у нас есть точки хорошо правой кнопкой create solid это у нас будет solid lamp и также его подстроим под размеры нашего источника света это поможет нам с ними выстроить источники света похоже на положение тех которые есть видео ламп 1 и control d я подозреваю что они приблизительно в одной плоскости проверяем до приклеилась хорошо и с другой стороны тоже самое плоскость данном случае нам не важно на креет солид это у нас будет лампа 3 также уменьшаем поворачиваем control d и оттаскиваем ее подальше выравниваем ее с источником света смотрим совпадает все хорошо теперь мы говорим сохраняем наш результат и файл экспорт максон cinema 4d экспортер и сохраняем cinema 4d файл и давайте подготовим зомби который у нас будет идти в нашей сцене для этого мы заходим на сайт миксама он бесплатный от adobe пишем зомби и важно в каком разделе вы находитесь сейчас я в разделе анимация загрузится вот эта самая анимация заходим в характеры или персонажи и выбираем вот коп зомби спрашивает использовать нового персонажа говорим да переходим в анимацию чтоб все у нас точно давайте еще раз проверим здесь у нас 12 анимаций он там куда-то побежал нам нужна одна поэтому выберем только ее вот она зомби волк готово download и мы видим что изменяется меню скачивания fbx со скином то есть с персонажем и нажимаем download а после скачивания закидываем это в синему 4d наш зомби готов вот он здесь идет заходим в тейки снимаем замочек чтобы мы могли редактировать ключи у нас вся анимация здесь присутствует вот мы видим их ключи и давайте все это уберем в нуль то есть это будет зомби кладем сюда сюда и нажав средней кнопкой по идее мы должны увидеть ключи но их нету смотрим с каким тейком мы будем работать с мейном с миксом а вот objects вот вся анимация присутствует проблема в том что если у нас больше у нас больше 190 было кадров то наш зомби остановится нам это не нужно поэтому мы заходим в ключи вот они у нас тут все присутствуют можно нажать средь выбрать hips он выберет остальные ключи и справа в настройках мы видим 159 элемента выбрана мы говорим что offset repeat здесь ставим 2 это сделает продолжение анимации то есть после того как заканчивается вот эти 120 кадров они еще повторятся два раза раз-два это полностью покроет нашу потребность в анимации чтобы удобнее было работать мы все это убрали в нуль так проверим все наши настроечки здесь какой-то косяк с альфой мы видим что объекты настали прозрачными хотя наверное они такими быть не должны ну да потому что в альфа канал загружается не совсем корректная текстура то есть диффьюзная обратили внимание body здесь ничего нет окей такой результат меня устраивает и я открываю cinema 4d файл который подготовил нам after effects предварительно выбрав зомби control c файл трекинга у нас готов control в зомби у нас на месте и мы его цепляем к граунду поставил в подчинение и нажимая alt 0 теперь убираю из под граунда и захожу в координаты мы видим что так как у нас plane был искажен вот этот солид то и у зомби тоже координаты неправильные поэтому ставим единичка я подозреваю что какой-нибудь размер 4.5 я нажал на с 4.5 control enter вполне должен подойти теперь в нулевой кадр вращение и и ориентировка на нас вот зомби наш идет и очень хорошо все происходит теперь нам нужно настроить естественно освещение все эти объекты нам на рендере не нужны кроме граунда я пересохраню с incremental и создам ареалайты у меня стандартный рендер я ничего здесь не настраиваю ареалайт у него включаем естественно тени в options включаем тени чтобы мы их видели во вьюпорте и также у источников света надо бы включить затемнение это fall of inverse то есть источник света начинает затухать с расстоянием подставляем в ламп 1 alt 0 вот он нас на месте но нас не устраивает опять же то что пропорции сбиты единичка единичка расстаскиваем его растаскиваем его и я думаю что стоит существенно увеличить радиус каким-то таким образом control r хорошо подсвечивает под вторую лампу alt 0 восстанавливаем ему координаты в смысле масштабы и то же самое делаем с другими лампами alt 0 единичка можно еще чуть-чуть вытянуть если они даже отличаться будет по размеру ничего страшного alt 0 transform единица так теперь чтобы посмотреть какой у нас результат на рендере мы нажмем alt r чтобы видеть то что у нас происходит здесь в целом освещение неплохое но мне кажется что внизу оно слишком темное то есть снизу не хватает света мы создадим еще один источник area light подложим под ground alt 0 назовем это ground light единичка восстановим general включаем тени заходим в project и исключаем ground то есть мы должны наш источник света уведомить о том чтобы он не светил на пол он у нас должен светить только на зомби увеличиваем его размера это в details такой будет большой и смотрим как он подсвечивает нашего зомби треугольничек поставлю повыше 300 вот отлично высвечивает снизу мне кажется 300 многовато давайте 200 вот есть тени есть свет по сторонам причем мы можем какие-нибудь лампы сделать посильнее вот будет блик и здесь уже все зависит от того какой вы результат хотите получить я например хотел бы чтобы свет был немножко неравномерный 150 там пусть спину чуть чуть посильнее может быть светит давайте вот так 125 проверяем все готово в целом меня все это устраивает тени везде включены и мы создаем материал shadow catcher который кладем на ground также на зомби мы добавляем render text compositing object буфер он нам пригодится для того чтобы отделить тень от человека и как-то это все настроить в after effects заходим настройки рендера говорим render prg то есть это создать папку создать файл с названием tracking 001 и потом будет секвенция альфа канал нам нужен дальше мы говорим что нам нужен object буфер multipass в multipass нажимаем shadow correction при желании можно как-то еще разделять источники света нам это не нужно shadow correction призван избавлять нас от проблем и каймы по крайней мере так в хелпе показано иногда помогает иногда нет save берем то же самое сюда говорим png и в целом нам достаточно будет и 8 бит потому что у нас черно-белая информация смотрим все кадры 25 fps сохраняемся и нажимаем render все это рендерится крайне быстро потому что у нас здесь не используется глобальное освещение потому что мы его сымитировали добавив источник света на полу и давайте сразу импортировать эту секвенцию в after effects при импортировании спрашивается какой тип альфы мы говорим straight после того как мы выбрали тот или иной тип альфы мы должны проверить чтобы у нас совпали fps по умолчанию 30 нас видео 25 и то же самое для секвенции с маской interpret main 25 кидаем сюда отключаем пока все наши объекты смотрим зомби на месте object buffer кладем сверху дублируем наш базовый слой ctrl d у верхнего нажимаем luma made и теперь у нас есть отдельно персонаж и отдельно тень да они там немножко создают ореолы мы видим все это сейчас поправим покрасим в один цвет чтобы у нас было цветовое кодирование правой кнопочкой reload footage вот они там все догружаются это очень великолепно смотрите он идет как раз рядом с источником светом из-за того что мы сделали их ярче вот у нас получается хороший отцвет подстроим все это продлим куда-нибудь на средний кадр вот уже здесь и мы видим косяки с тенями сейчас мы это поправим для этого мы сдублируем ground ставим его над тенью давайте это у нас будет тень говорим alpha made включаем наш ground ctrl пробел у меня вызвана fx консоль от видеокопилот и я говорю fastbox blur f3 снимаю галочку repeat edges блюрю их и уменьшаю размер нашего солида чтобы он не касался стен убираем и вот тени уходят хорошо на фейд как мы видим в оригинальном видео тени у нас не совсем черные то есть вот наша тень трехмерная черная мы видим это по инфо достаточно черная а тени в видео у нас имеют какой-то оттенок поэтому мы воспользуемся эффектом tint и черный заменим на как раз какой-нибудь из цветов из теневой зоны ну вот я кликнул сюда переключаем это в режим multiply t и подстроим яркость можно даже подозревая еще немножко оттенка добавить вот как-то так можно попробовать кликнуть сюда в целом близко и смотрите четыре источника света как раз четыре тени какие-то они размытые где-то местами может немножко не попадать но в целом очень смотрите живенько это тень туда дает этот источник света почти попадает ну куда-то сюда в целом очень неплохой результат но мы видим что наш зомби очень сильно выделяется по цвету это не есть хорошо для этого мы воспользуемся цветокоррекцией control пробел кривые во первых хочется поднять немного ему яркость и еще одни кривые мне просто так удобней понизить контраст то есть он у нас очень контрастный персонаж поэтому чуть-чуть тени вверх а свет чуть-чуть вниз это вот буквально незаметно наверное слишком вот так точку черного наверное еще можно чуть-чуть поднять и мы должны совместить их по цвету для этого я воспользуюсь фотофильтром фотофильтр поставлю 100% custom и кликну в какую-нибудь стену вот то есть чтобы оттенок давался вот этой желто какой-то зеленой такой части подстроим плотность мы понимаем что это мультяшность но результат очень даже неплохой дальше мы видим что в исходном виде у нас достаточно высокий вот шарпен четкость давайте накинем его на нашу зомби шарпен чуть-чуть то есть это вот много выделяется да соответственно где-то вот небольшое значение то есть было совсем мыльно добавим немножко четкости и также у нас достаточно скорее всего просчиталось все правой кнопкой reload footage все готово идем сюда и добавим зерно потому что в исходном ролике мы наблюдаем небольшой шум в тенях сами тени у нас вышли как раз шумными что есть хорошо мы не настраивали качество в aria light и это сыграло нам на руку выбираем зомби f3 и эффект add grain заходим в color говорим монохроматичный то есть черно-белый мы его почти не видим поэтому я сейчас увеличу его подстроим размер то есть все это у нас существенно меньше должно быть и теперь ослабляем я ориентируюсь по шапке смотрите гладкая абсолютно нам надо чуть-чуть шума добавить вот здесь в тенях он тоже начал появляться очень хорошо вот наверное какой-нибудь такой результат final output еще ослабим 0 3 и в целом у нас все готово возможно чуть больше еще хочется по цвету их выровнять но это оставим вам на домашнее задание и давайте посмотрим результат предпросмотр совпадает прикольно освещение дает как раз тени вот у нас появилась четвертая тень на мой взгляд очень неплохой результат для использования тех инструментов которые у нас были если же мы отключим эффекты мы увидим как наш зомби очень сильно выделяется из фона то есть буквально парочку манипуляций это нельзя назвать каким-то серьезным цветокором наверное контраст можно не делать настолько выбеленным чуть-чуть вот так хорошо вот мы добрались до конца до результата этого урока включу анимацию пускай идет фоном с вас лайки подписки шейры и прочие варианты поддержки нашего канала большое спасибо за внимание пока до конца